Правительство, конечно, обсуждало сегодня на своем заседании коронакризис, но теперь он значился не первым вопросом. Всего же повестке было 10 пунктов, и первым значился вопрос переоценки земельных участков в стране. Выяснилось, что последняя оценка была сделана в 2001 году, хотя обязана проводиться регулярно. Таким образом, у государства и собственников земли, в том числе лесных или сельскохозяйственных угодий, не было адекватной картины стоимости земель, а самоуправление получали заниженный налог на землю. Все же пресс-конференция в доме Стенбека началась в радостной атмосфере. И министры, и журналисты сошлись в том, что это событие можно считать знаковым и задавать и отвечать на вопросы без маски гораздо удобнее. Хотя носить маски в торговых центрах или общественном транспорте по-прежнему целесообразно. Что добавляет уверенность, что к лету мы идем все-таки с открытой жизнью, с открытыми мероприятиями. Это потому, что все-таки можно сказать, что где-то 55-60% взрослого населения имеют иммунитет. То есть они или вакцинировались хотя бы одной дозой, или переболели. И все-таки мы надеемся, что к концу августа мы достигаем 70% взрослого населения вакцинирования двумя дозами. Это дает гарантию. В следующий вторник правительство обсудит весь пакет остающихся ограничительных мер. С учетом эпидемиологической обстановки в дальнейшем можно будет убрать временные ограничения на проведение мероприятий или работу заведения общепита. Также можно будет увеличить предельную численность участников различных мероприятий. Важно лишь сохранить целостность и направленность пакета. На уровне Евросоюза достигнута принципиальная договоренность об открытии границ. Но даже соседняя Финляндия не спешит упростить порядок пресечения своей границы. Эстония, Латвия и Литва заинтересованы воссоздании прошлогоднего балтийского пузыря. Работа идет, но шагов на уровне МИДов пока не сделано. Появление европейского ковид-сертификата позволит перевести открытие границ в практическую плоскость. Но у разных стран даже внутри ЕС существуют различные правила, касающиеся и вакцинации, и переболевших вирусом. Но все же актуальная задача решается, и правительство может начинать готовиться к осени. У нас еще остаются текущие темы для обсуждения, ведь некоторые ограничения еще действуют. Как двигаться дальше? Мы также собираемся использовать лето для того, чтобы картографировать накопленные уроки и быть готовыми к осени. Сегодняшняя коронавирусная статистика позволяет спокойно провести лето, что не означает, что вирус окончательно побежден. К тому же, если для рядовых граждан лето – период отпусков, отдыха и восстановления психологического равновесия, то политикам она сулит напряженные переговоры по выбору подходящего кандидата на пост президента страны. Выборы начнутся в конце августа. Но чтобы они завершились на уровне Риги Когу, будущий глава государства должен заручиться поддержкой двух третей голосов парламентариев. Пока такого кандидата не видно, хотя на пресс-конференции правительства представители правящей коалиции заверили, что собираются сделать все возможное. Михаил Вадисалев, Петер Улевань, Новости Таллина.